Друзья, Apple TV 4K 2021 года, это совсем свеженький, с вот таким вот металлическим пультом. Давно вы меня просили сделать обзор на Apple TV 4K, и в сегодняшнем вы обзоре поймете, почему я так давно от него бегал. Ну что ж, на канале Технозон, поехали. Вообще, вот мы снимаем еще вот такую вот пленочку. Вообще, Apple TV, ну, имеет классную картинку. Я здесь ничего не скажу, картинка действительно потрясная. При этом, этот Apple TV 2021 имеет в себе Dolby Vision, Dolby Atmos, вот такой вот шикарнейший металлический классный пульт. Но при этом, но при этом, многие блогеры, которые обозревали Apple TV 2021, да, они как-то неоднозначно к нему отнеслись. Некоторые советовали обновляться, некоторые не советовали, некоторые говорили, что это мега-супер-вау. Упускали некоторые моменты, например, отсутствие USB Type-C. Для чего Type-C? Да я вам объясню. Просто в Apple TV нет ничего того, что мы привыкли с вами видеть в обыкновенных Android TV устройствах. Ну, в частности, если проводить параллели с Android TV устройством, таким как Nvidia Shield TV Pro 2019, который стоит, кстати, дешевле на процессоре Nvidia Tegra X1+, с 4K апскейлингом, с Dolby Atmos, с DTS, с DTS X, да, в принципе, там, и с тем же Dolby Vision во всех профилях, то Apple TV 4K имеет Dolby Atmos, Dolby Vision, только пятый профиль. То есть, мы в теории можем смотреть Dolby Vision фильмы или стриминг, только в пятом профиле этого самого Dolby Vision. Но это все тоже мелочи. DTS'а нет. То есть, для тех, кто захочет смотреть фильмы, закачанные на жесткий диск и подключенные, например, через какие-то другие устройства, то дороги с DTS воспроизводиться просто-напросто не будут. Это стоит учитывать. Ну, ладно, это все мелочи. Для чего же создан вообще Apple TV? Для стриминга, это мы все понимаем. Что входит в стриминг? Netflix, MeGoGo, Eevee и тому подобное. Ну, Apple TV, само собой, и тому подобное. При том, что некоторые из вас сразу скажут, Bubble, ну, туда можно поставить коди, туда можно что-то еще поставить, можно поставить кинопап, и вы будете правы. Но дело в том, что для того, чтобы установить коди без танцев с бубнами, вам понадобится, ну, вернее, с танцами, все равно в любом случае, вам понадобится Mac, ну, вам понадобится Mac. Я вам объясню, почему. Дело в том, что так как здесь нет Type-C, то вендовой программой подключить его через Type-C и загрузить туда, допустим, тот же самый коди, который вы подписали для этого конкретного устройства, не получится, и это проблема. То есть вам необходимо будет это делать через X-код по воздуху, а X-код доступен только на Mac. Вот такая вот ситуация. То есть, если вы не верите, то Type-C здесь нет. Дальше, дальше. Для того, чтобы установить тот же самый коди, вам все равно придется купить сертификат разработчика, ни много ни мало, около 10, 8-10 долларов. Тоже вам придется купить для подписи этого самого коди, вернее, определенной его сборки. Я уже не говорю о том, что коди на Apple TV работает с постоянными какими-то проблемами, с Audio Pass True, с HDR и со всем остальным. Это все вы можете почитать на забугорных форумах. Эта информация огромное количество, ее действительно много. Поэтому вариант реализации коди – это еще тот вариант. Но я не скажу, что здесь нельзя смотреть фильмы, закачанные, например, с торрентов. Я использую, ну, в принципе, вы знаете, что такое Plex Media Server, да? И, может быть, вы даже знаете, что такое Infuse. Ну, в общем-то, Plex Media Server позволяет нам реализовать просмотр, допустим, фильмов, загруженных извне в вашу фильмотеку, этого самого Plex Media Server. И, в принципе, вы сможете смотреть с автофреймрейтом. И да, в нем есть автофреймрейт, хотя он, конечно, такой чуть-чуть своеобразный, с автофреймрейтом и с Dolby Digital Звуком на вашем устройстве. Вы можете его организовать, этот Plex Media Server, на компьютере. Можете организовать на NAS. Я использую NAS сервер Synology, старенький, 116, DS-116, старый сервер, но который, в принципе, у меня отлично с этим справляется. Но лучший еще вариант – это Infuse. Я использовал в обзоре Infuse 7. В принципе, закачиваете на любое устройство, на Samba, диск, на ваш NAS сервер через торрент фильм и смотрите. При этом сможете смотреть в Dolby Vision, в пятом профиле, в МКВ, вот так же, как проигрывает Zidu, но больше ничего. В восьмом профиле он будет проигрывать как HDR, в четвертом вообще ничего не проиграет. Как-то вот так вот у нас получается, знаете, такой компромисс. Все это я к чему рассказываю? Я это рассказываю к тому, что многие считают, что купив Apple TV, вы сможете его чем-то нашпиговать. Но нашпиговка заканчивается пальцами одной руки. Кинопаб поставить, при этом для установки которого нужен айфон, поставить коди через какие-то костыли, где вы сможете там чего-то сделать, но при этом с какими-то определенными проблемами, либо вам придется поднимать свой сервак на каком-то компе, оттуда смотреть фильмы, которые вы закачали. Это все компромиссы. Просмотреть торренты онлайн без костылей вам не получится. У вас не получится просто-напросто. Единственный плеер, который здесь доступен, VLC, более-менее нормальный. И тот при проигрывании с внешнего NASA в Dolby Vision все выдает в зеленом. Вот как-то так. Слушайте, ну что-то его сильно заругал, но надо еще и похвалить. Смотрите, пульт это реально произведение искусства. Реально произведение искусства с одним бесячим моментом. Не бывает все гладко. У него сделана сенсорная панель спереди, и я ее сразу же отключил, потому что при просмотре фильма случайные нажатия, постоянно где-то чего-то вы нажимаете, где-то тиранулись, где-то что-то сделали, и постоянно что-то тормозит. Вот серьезно говорю, что-то переключает, что-то перематывает. Это все очень жутко бесит. Я его отключил через 5 минут или через 10 минут использования. Сам по себе он металлический. Реально классный. Знаете, в руке как литой на аккумуляторе. При этом он с обучаемой инфракрасной кнопкой для управления вашим каким-нибудь дополнительным устройством. Да, и в принципе через этот самый Apple TV вы спокойно по ЦИК можете управлять и саундбаром, и, допустим, вашим там ресивером, и телевизором через HDMI ЦИК. Они все прекрасно работают. То есть в этом плане, в этом плане это все реализовано классно. А вот теперь кнопка голоса выведена на бок. Она абсолютно бесполезна в странах СНГ. Siri не работает, и... Да и черт бы с ним с тем Siri, но не работает даже простой голосовой поиск. То есть нажать не то, что в Siri искать, а чтобы найти, допустим, в строку ввести голосовой поиск, это тоже не работает. Вот и все. При том, что сказать, что на айфонах Siri не работает в русскоязычном сегменте, работает, все отлично работает. Но здесь, к сожалению, это не реализовали. И получается, что наш суперпульт, ну, не до конца реализован. Хотя за пульт реальный зачет. Слушайте, что еще есть из плюсов? И, знаете, я мог бы рассказывать много про плюсы, но везде какая-то ложка дегтя появляется. Знаете почему? Потому что при поддержке HDR 10+, при поддержке Dolby Vision, вы, например, не получите HDR в YouTube. Вы спросите, как так? Ведь вроде же заявились. Я говорю, да, не получите. А знаете почему? Потому что для того, чтобы работал HDR в YouTube, вам нужно интерфейс переключить, постоянный HDR. Это то, от чего бегут пользователи Android TV-боксов. Когда у вас и интерфейс, и все, что вы смотрите, например, IPTV, все постоянно выводится в HDR, конвертируется HDR в HDR. Единственное, что при проигрывании в этом режиме фильмов через Infuse, допустим, внешних, он переключит в SDR, если вы проигрываете фильм SDR. При этом Infuse, он сработает автофреймрейт. То есть, это вот такая вот фишка. Это фишка. При том, что, допустим, при использовании 4K, вернее, при использовании Megogo в режиме 4K HDR, там есть такая подборка, пока вы не включите 4K HDR на постоянку, он работать не будет. То есть, фильмы воспроизводиться не будут, они выдают ошибку и не воспроизводятся. Хотя, простые фильмы SDR воспроизводятся. То есть, это реально проблема. Проблема в том, что не каждый любит это действие. То есть, например, ролики в YouTube, которые я, допустим, воспроизводим, которые я продюсирую в HDR, они могут воспроизводиться на NVIDIA SHIELD абсолютно прелестно в SDR. Потому что я туда закладываю метаданные и HDR, и SDR. Но что делает Apple TV? Он берет HDR ролик в SDR режиме и пытается конвертировать цвета черт знает во что. И честно вам скажу, цвета очень далеки от идеала при проигрывании YouTube HDR не в HDR режиме. То есть, там цвета, откровенно говоря, они, знаете, такие пересвет, засвеченные, выцвевшие. И они не такие красивые, не такие яркие, как они должны быть. Потому что, допустим, на том же NVIDIA SHIELD, у которого нет поддержки YouTube HDR, мои ролики выглядят прекрасно. Он прекрасно их, он прекрасно берет метаданные BT709 профиля и использует их. И изначально я эти ролики так и делал. Здесь этого нет. Один из плюсов, который можно было бы сказать про этот TV-бокс, это наличие автофреймрейта. Но давайте теперь по порядку. Автофреймрейт сугубо избирательный. Работает только в тех приложениях, в которых либо хочет сам Apple TV, либо сами создатели приложения сделали. Но давайте так. В Netflix работает. Работает с переключением, в Dolby Vision, все классно. В YouTube не работает. В IPTV не работает. По крайней мере, я использовал OTT ES Player, OTT Player, который просто-напросто не сработал. Тут еще и насчет IPTV свои нюансы есть. В Infuse, допустим, за который я заплатил деньги, работает и автофреймрейт, и Dolby Vision, и HDR, и Dolby Digital звук. Но DTS не работает, я уже вам сказал. То есть абсолютно избирательный. В Ivi не работает автофреймрейт, в Megogo не работает и так далее. То есть абсолютно какой-то, знаете, такой странно избирательный момент. При том, что в самом перечне частот 24 Гц нет. То есть если вы захотите просмотреть фильм 24 Гц, допустим, на стриминговом сервисе, который не поддерживает автофреймрейт, вы не сможете, вы не сможете включить разрешение с 24 Гц, потому что принудительно он не сможет этого сделать физически. То есть это опять же, и хорошо, что есть автофреймрейт, и плохо, что нет 24 кадра принудительных. И не во всех приложениях поддерживается. Ну какой-то вот каламбур получается. Интерфейс, откровенно говоря, дикий. То есть, конечно, это такое, могут сказать, приверженцы минимализма. Вы Android TV видели, где можно каналы посмотреть, избранное там сделать. Можно даже каналы вещания сделать в саму строку приложения. Это просто шедеврально. Здесь же все сделано, ну, для... Я не буду обзывать людей на самом деле. Ведь есть же люди, которые это покупают. Например, я. Слушайте, очень классные Wi-Fi модули. Wi-Fi модуль сумасшедший. Лупит больше 400 мегабит. С этим все отлично. Сам по себе процесс калибровки, который здесь показан, он не работает без айфона с Face ID, поэтому мы его не покажем. Да и не считаю я, что калибровка через баланс белого, это оптимальная калибровка. Потому что для калибровки вам понадобится не только балансировать белый через Face ID, а нужно еще правильно установить температуру цвета, которая есть у вас еще красного, зеленого и синего, как минимум. Поэтому, ребят, это тоже такая бесполезная фича, при том, что уже на забугорных обзорах показывают, что она абсолютно неправильно работает. Хотя пофиксят. Я уверен, что пофиксят. По игровым возможностям, как кричали, вот знаете, это 64 гига. По игровым возможностям, ну, я вам покажу, что такое Apple Arcade. Ну, играть, откровенно говоря, не во что. И игры абсолютно, вот, если брать простые игры, там есть простые игры, есть и Apple Arcade, то, ну, Apple Arcade это дно, а простые игры такие же, как на Android. Как на Android и вообще один в один. При том, что вам для проигрывания понадобится, вернее, для игр понадобится еще и геймпад. Либо DualShock 4 от PlayStation, либо Xbox, либо DualSense от PlayStation 5. То есть, представляете себе, да, вы взяли вот это вот почти за 300 долларов, или сколько он там стоит сейчас на момент обзора, кстати, можете узнать в описании под видео, по ссылочке. Потом взяли еще вот эту вот штуку долларов за 50, за 60, и вообще будет вам счастье. И поиграли в Android TV игры, которые идут на самой простой, дешевой китайской приставке за 50 баксов. Ну, ребят, ладно. Это уже лирика пошла. По интерфейсам рассматривать абсолютно нечего. Интерфейсов нет, только LAN на 1000 мегабит, HDMI и разъем питания. Снизу есть у нас диффузор, охлаждение диффузора, а такие решетка радиатора, как я это называю. Вообще, очень маркий корпус, к нему прикасаешься, он весь в пятнах. Видели, как он сейчас выглядит? То есть, он весь пятнистый. И при том, что я с ним проработал всего лишь полдня. И плюс, очень сильно вот эта глянцевая панель царапается до ужаса. Через пару часов он теряет полностью свой товарный вид. Абсолютно. То есть, ну, такое впечатление, что у вас уже работал там полгода, и вы его как-то эксплуатировали жестко. Некоторые рассуждали по поводу апдейта 4К Apple TV на этот. Вообще не вижу смысла с учетом того, что нет Type-C, и как теперь нормально устанавливать. Но, а вот как теперь? Мы выпустим, конечно же, как мы и коди установили, как мы на него что-нибудь еще поустанавливаем, там, какие-нибудь онлайн кинотеатры, что есть. Но, чтобы вы не думали, за все нужно платить. Установить коди сертификат разработчика заплатить, кинопап подписку заплатить, какие-то фильмовые сервисы подписку оплатить. Единственное, что да, с NAS сервера или с компа вы сможете смотреть фильмы, но в любом случае вам же надо купить этот NAS сервер, или тот же самый компьютер нужно использовать. То есть, а это уже сомнительное удовольствие. Что является конкурентом? Прямой конкурент это Nvidia Shield TV 2019 Pro, при этом который конкретно лучше. По качеству изображения я вам напомню, Bionic A12 у него классная, он классно обрабатывает картинку, и картинка на выходе получается огонь. Но нет ненормального 4K апскейлинга, который есть в Nvidia Shield TV 2019 Pro, нет USB портов, нет возможности установить нормальное приложение для просмотра нормального пацанского контента, онлайн, торсерф, например, нет нормальных плееров, нет DTS, да нет вообще по сути ничего. Эта коробка, знаете, как я называю владельцев Apple, ну в частности и себя, потому что у меня есть и MacBook, то есть это люди, которые призваны страдать. То есть ты купил, и ты должен страдать, должен платить и страдать, хотя владельцы Apple устройств абсолютно не страдают, я так считаю. Что у нас было в комплекте? Коробочка самая обыкновенная, с затянутой пленкой, ничего интересного. В комплекте у нас был кабель питания, вот такой вот самый обыкновенный, даже не доставал. И плюс у нас есть вот такой вот лайтинг кабель, слава богу, положили. И нет никакого HDMI, чтобы вы понимали. То есть HDMI кабель вам придется докупить. Вот так вот они пошли по пути Nvidia Shield, потому что на вкус и цвет все кабели разные. Если не знаете, какой кабель купить для Nvidia Shield TV, для Apple TV, вообще самые лучшие кабели, мы делали недавно обзоры, ссылочка в описании под видео, на обзор, да, и на хорошие кабели для этих всех устройств, у нас все там есть. Короче, сегодня мы его подключим, потестим, базово потестим. Все остальное будет в следующих выпусках, поэтому советуем подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить. А еще, знаете, что не пропустить? Я специально смотрю вниз, потому что нужно не пропустить розыгрыш вот такой вот PlayStation 5. И поверьте, это будет получше, чем Apple TV. Вот серьезно вам говорю. В плане игр, потому что я играм здесь уделил немножко большее значение. Я единственное не понял, для чего здесь 64 гигабайта и что туда ставить, с учетом того, что закачать туда абсолютно нечего. Все, ссылки на него в описании под видео. Ссылки на NVIDIA SHIELD TV 2019 PRO и на обзор NVIDIA SHIELD TV 2019 PRO в описании под видео. А мы переходим и советую дождаться нашего резюме. Поехали. Слушайте, ну такие заставки крутые вообще у Apple. Вы видели вообще эти заставки? Я вам серьезно говорю, видите, во-первых, они живые, то есть там котирок плывет, то есть это да именно видеообои. Ну ладно, слушайте, из заставок будем выходить. Ой, у меня здесь только всего включено. Короче, центральный экран, это вот знаете, в стиле iOS, конечно, такой набор плиток, несуразный каналов, как в Android TV нет и ожидать их не стоит. То есть здесь из рекомендаций, конечно, есть, вы нажимаете на приложение вверху, если оно в избранном, и здесь вы получаете какие-то рекомендации. Ладно, тут все как бы красиво работает, все очень плавненько, все очень красивенько, пульт отрабатывает на отлично. Единственное, после включения пульт подсоединяется, ну, примерно секунд 20. То есть почему-то она у меня вот так вот работает. Ну ладно, это все мелочи жизни. Для тех, кто кричит, что голосовой поиск работает, при нажатии на голос вы вывалитесь в текстовый голос, вернее, в текстовый поиск, потому что для стран СНГ Siri и голосовой поиск не работает. Вот и все, можете забыть. Каких-то системных тестов у нас не будет, потому что это абсолютно закрытая платформа, в плане того, что сюда нет каких-то там типа Аиды, троттлинг-тестов, да, они здесь и не нужны. Давайте начнем со снастройщик, посмотрим. Смотрите, в основных у нас есть об этом устройстве, это, ну, назвали мы его комната для игр, инвентарный номер у нас, пожалуйста, есть модель такая-то, 64 гига, серийный номер, ой, не-не-не, серийный номер есть, есть прошивка HDMI, есть TVOS 14.6, разрешение текущее 4К 60 Гц, подсоединен он 5 ГГц, больше здесь ничего интересного. Заставки, можно выбирать заставки, есть аэрозаставка, домашняя коллекция, либо из фото Apple. Это очень круто, также можно темы здесь, ну, смотрите, темы планеты, земля, просто шум, сумасшедшие темы, то есть мы сейчас все повыбираем, и будут показываться все темы. Загрузка нового видео ежедневно, еженедельно можно выбрать, и ладно, начало спустя 5 минут, и так через столько времени он будет включать эту самую заставку, плюс показ музыкой и подкастами, давайте предпросмотр посмотрим, вообще шикарно. Вот за это Apple, конечно, большой жирный лайк, вот серьезно говорю. Оформление, есть темное, есть светлое оформление, что светлое, я вообще не рекомендую, это ужасно смотрится, либо авто, в зависимости от времени суток. Переход в режим сна можно выбрать, ограничения, здесь мы можем с вами включить, установить код, пароль, также покупка и прокат в iTunes Store после установки, кода пароля вы сможете выбрать различные здесь моменты ограничений, которые нас абсолютно не волнуют сейчас. Siri выключен, включить невозможно и все, получается так. В разделе клавиатура мы можем с вами выбрать линейную либо сетку, я выберу сетку, линейная раздражает, нереально. Ранее использованы адреса, регион, управление хранилищем, вот в управлении хранилищем здесь есть игры установлены, он показывает, сколько что занимает, хотя я не представляю, что можно забить 64 гига. Обновление контента, здесь можно включить все это в дело автоматически, все, больше ничего нет. Пользователи учетные записи, конечно же приходится использовать свой iCloud по-другому никак, Google аккаунта тут само собой нет. Добавить нового пользователя и телепровайдер, это для того, чтобы войти в тех странах, в которых поддерживается телепровайдер. А вот здесь самое интересное начинается. Формат вывода, сейчас вы видите здесь только 4К, SDR, HDR, но дело в том, что при подключении к Dolby Vision телевизору, вот вы видите картиночку, появляется еще и пункт Dolby Vision, то есть вы можете его включить. Но тут вот кроется самая большая проблема. Не все приложения поддерживают HDR в автоматическом режиме, ну, по крайней мере, неправильно немножко с ними работают. Мы разберем с вами сейчас этот момент на примере YouTube, то есть для того, чтобы получить зачастую контент HDR, например, в YouTube, вам необходимо будет на постоянку включить 4К HDR. Это факт. Но при включении 4К SDR у вас будет весь интерфейс в SDR, при этом в YouTube HDR не будет, но HDR будет включаться, например, в фильмах, которые вы будете смотреть в Infuse, допустим, с вашего NAS сервера, либо с удаленного компьютера, либо через Plex, там будет включаться HDR. То есть, знаете, как-то миксовано, неправильно сделано, то есть, либо не так включается, либо не так воспроизводит, но вот с YouTube вот такая вот ситуация. К тому же, вы здесь можете заметить, что нет 24 Гц, изначально, ну, как бы, есть как есть, хотя в 24 Гц в автофреймрейте он клацает. Если выберем другие форматы, здесь тоже нет по умолчанию 24 Гц, поэтому, ну, 24 Гц не можете установить. Например, для плееров, которые не поддерживают автофреймрейт, а здесь это обязательно к поддержке, например, Megogo, если вы смотрите Иви, то они IFR здесь не поддерживают и 24 Гц было бы в самый раз. Есть варианты выставления цветности 444, 420, но на моем телевизоре еще 422 появляется. Согласование контента. Здесь самое интересное. Согласование частоты кадров и согласование динамического диапазона. Сразу предупрежу, что включение согласования динамического диапазона, то есть, это когда от контента должен включаться HDR или Dolby Vision, все равно не даст вам включение автоматического HDR в YouTube и в некоторых других приложениях. Просто мы сейчас выключим, потому что мы записываем. И согласование частоты кадров это переключение частоты вашего экрана. Фактически, здесь есть поддерживаемый автофреймрейт. Есть проверка HDMI соединения, аудиовыход. Чтобы вы понимали, здесь можно выбрать аудиосистему телевизора, либо Bluetooth колонки, либо ресивер, если он подключен через HDMI. Также у нас есть аудио формат. Если мы изменим аудио формат, то мы можем выбрать Dolby Digital либо стерео. DTS нет, но при подключении к, допустим, тому же самому Dolby Vision телевизору с Atmos, либо с Atmos, либо к ресиверу с Atmos, появляется вот такая вот опция Dolby Atmos. Я оставляю здесь Dolby Digital 5.1, либо оставлю изменить формат выключить. Обычно он на автомате, когда включается Dolby Atmos. Можно приглушать громкие звуки, можно отключить или включить щелчки при навигации, звуковые эффекты и музыку, аудио режим, то же самое можно включить 16 бит, либо авто, но я вам объясню, в чем фишка. Я не сильно большой аудиофил, я не могу оценить мега качество звука, как там High Res Audio Super Puper Mega Meta Edition. Блин, вот серьезно вам говорю, то есть для этого, во-первых, нужен сетап какой-то более-менее качественный, а во-вторых, ну не болею, не страдаю, я мега качественным звуком, хотя тоже люблю послушать хорошую музыку. Есть язык по умолчанию, субтитры и тут уже пошло, баланс цвета. Калибровка, ну возможно, только лишь при использовании смартфона с Face ID, то есть, ну, имеется в виду именно iPhone, с iOS 14.5 или новее, поднесите его к экрану телевизора и коснитесь уведомления. Вот так вот. Но, к сожалению, iPhone 11 или 12 у меня нет. Я не использую iPhone и по вполне понятным причинам, потому что это не совсем хороший смартфон, по крайней мере, для меня и моих потребностей. Синхронизация и беспроводной передачи аудио неплохая функция, но мы тоже об этом не ведем речь. Увеличение и развертка позволяет откорректировать ваш телевизор, но самое интересное, что вы не можете здесь влиять. Есть телевизоры, которые не позволяют избежать оверскана, то есть в любом случае на некоторых телевизорах вы не будете видеть часть изображения. Ну, такое. Цветные полосы для калибровки. Ладно. Поддержка AirPlay и HomeKit, то есть фактически вы сюда можете стримить что-то с вашего смартфона с поддержкой AirPlay либо с MacBook Pro. Либо с MacBook. Пульты и устройства. Вот здесь вот сенсорная панель. Сразу говорю, вот нажатие и касание. Это самая бесячая штука, которая есть. То есть вот этот вот оно включает верхний вот этот вот сенсор и кроме нажатий есть еще касание. Это просто ужасно. Это я вам серьезно говорю. То есть вы в какой-то момент где-то что-то нажимаете, оно либо перематывает, либо еще что-то. Это самая бесячая штука, которую я сразу же отключил. Кнопка TV. Лучше выбирать экран домой, потому что постоянно будете вываливаться в Apple TV. Есть зарядка пульта с версией прошивки из-за информации, Bluetooth. И вот на моменте Bluetooth мне становится интересно, потому что они заявили, что поддерживает геймпад от PlayStation 5. Мне вот дали сейчас геймпад от PlayStation 5. Попробуем сейчас его подключить. Инструкции по подключению контроллера. Нажмите и удерживайте кнопку PS и кнопку Share на контроллере, пока индикатор не начнет часто моргать. Сейчас попробуем беспроводной контроллер. То есть он поддерживает DualShock 4 и DualSense. Интересно. Сейчас будем разбираться. Включаем. Так, DualSense он обнаружил. Ой-ой-ой. Верните. DualSense подключаем. Да, контроллер подключен. Проверим на играх. С этим ладно, работает приложение пульта устройства. Обучение пульта. Здесь у нас тоже интересная штука, потому что если вы используете универсальный пульт, то сначала выберите на нем кнопку для незадействованного устройства, затем выберите начать с помощью пульта вашего Apple TV. То есть фактически вы обучаете чужой пульт на кнопке вашего Apple TV устройства. Включение телевизора пультом выключено. Регулировка громкости. Ну, здесь у нас ресивер через ИК, ТВ, через ИК, либо обучить новое устройство. То есть он поддерживает полностью включение либо выключение через инфракрасный порт. То есть фактически как в китайских пультах скопировали? С G20S, наверное. Ну да ладно, за это плюс. Ну, действительно, я не буду говорить, что это плохо. Вот серьезно, это классно. Это классная реализация. Универсальный доступ. Здесь куча различных моментов для людей с ограниченными возможностями типа voice over, увеличение, адаптация дисплея, жирный шрифт, увеличение контраста, моно-аудио, балансы. Ребят, это для людей с ограниченными возможностями. В разделе приложения вы можете включить автообновление, можете помучиться с настройками приложений. Есть вот здесь все приложения, например, можем зайти в Plex, посмотреть версию и отправить Crash Report. больше ничего такого не можем. В разделе сеть есть Wi-Fi и в разделе системы мы можем посмотреть справку обновления ПО. Кстати, сегодня прилетало обновление прям с утра. Перезагрузить еще можно и сделать сброс. И есть режим сна. Ой, я выключил чего-то. Верните мой режим сна. Зачем я его вырубил, а? Все, вернул из режима сна. Зря. Настройки на самом деле не такие уж и плохие, но давайте теперь разбираться, что же может Apple TV и вот как мы будем с этим работать. давайте, мы единственное можем здесь спидтест сделать. Здесь очень неплохой Wi-Fi. Очень, крайне неплохой Wi-Fi. Если вы сейчас увидите цифры, то это вот там в пике было 500, но вообще в среднем больше 400 мегабит секунду дает на нашем вот допустим роутере Netgear. То есть абсолютно классно. Здесь Wi-Fi 6 по ходу определить, вот точно модель чипа определить я не смогу, разбирать его точно не буду, но показатели Wi-Fi просто сумасшедшие. Просто сумасшедшие. Поэтому со спидтестом он справляется. Смотрите, из коробки нам доступно огромное количество сервисов в том же самом App Store. Давайте зайдем, это стриминговый сервис, потому что изначально он позиционируется как стриминг. Сейчас некоторые люди, которые меня смотрят, они скажут вау, можно же поставить Media Station X и можно допустим смотреть vplay и торренты с помощью внешнего TorServe. Не совсем все так, как вы думаете. Media Station X тут нет. То есть сколько ни ищите, вы не получите Media Station X на данном девайсе. Возможно, его можно установить снаружи. Я, честно говоря, пока не изучал эту тему. Я изучал пока как установить коди. Коди можно установить, но, конечно, тоже определенного рода костыли. Чем же тогда пользуются, допустим, на данном девайсе люди для того, чтобы посмотреть кино? Давайте я сейчас войду в топ бесплатных, именно приложений бесплатных, не имеется в виду, что там бесплатное все. YouTube, вам сразу придется установить его не будет. Megogo, OTT Player для реализации IPTV, что мы сделали YouTube детям, Sweet TV, Netflix есть, Netflix с Dolby Vision с Dolby Atmos Plex, кто не знает, что такое Plex, это Plex Media есть, Plex Media Server, есть Plex Media Client, здесь есть Plex Media Client, с помощью которого можно смотреть фильмы, закачанные на Plex Media Server, то есть, грубо говоря, стримить внутри сети. Но это не самый лучший путь, я вам покажу лучше. Easy TV, EVI, допустим, Lime HD, Premiere TNT, так, так, Routube есть, есть SPB TV, Winter ATV, Divan TV, то есть, но, я вам скажу, что купить такой девайс для вот этих вот всех стриминговых сервисов, это, честно говоря, дорого. Хочу обратить внимание, что здесь есть Infuse 7, а именно через Infuse 7 мы будем получать, вернее, я буду получать основной доступ к контенту, как я вам уже говорил, через нас сервер. В принципе, что еще есть в маркете? Огромное количество бесплатных каких-то моментов, есть платные приложения, давайте сейчас покажу, есть платные приложения, различные IPTV плеера, есть какие-то музыкальные плеера, но бесплатного набора, в принципе, хватает для организации какого-то базового уровня просмотра IPTV и просмотра стриминговых сервисов. Есть даже деланный браузер, никому не нужный. Объясню, почему Infuse чуть-чуть позже, давайте по порядку. Обещал вам разобраться с YouTube сразу. YouTube советует для Apple TV покупать сразу премиум. Почему? Потому что SmartTube Next как на Android TV приставках здесь нет, поэтому смотреть без рекламы вы сможете только с YouTube премиум. Это однозначно. Притом, смотреть YouTube с автофреймрейтом вы здесь не сможете. То есть автофреймрейт, который даже есть в этом допустим девайсе, не поддерживается YouTube. Давайте запустим мою дикую реку. Это которая 4К с хорошим битрейтом, от которой некоторые TV-боксы китайские просто сыпятся. Выберем именно, ну здесь и выбрано 4К. Посмотрим на диагностику и увидим, что он декодирует VP9.2 SMPTE 2084. Но это не значит, что вы получили HDR. Сейчас вы видите немного подвыцвевшие цвета. Если вы захотите смотреть YouTube HDR, то вам придется поставить на постоянку режим HDR. Вот вам доказательство картинка того, что вы будете видеть YouTube с вот таким декодером VP9.2, но не будете видеть никакого HDR. Телевизор не будет видеть никакого HDR. Но при при этом справедливости ради скажу, что в режиме HDR он отображает правильные цвета HDR. То есть он передает реальные метаданные. Это факт. То есть вы должны это понимать. При том, что если вы поставите здесь полностью режим HDR, то есть мы делаем вывод, 4K 60 FPS с HDR работает, но при определенных условиях. При том, если вы поставите режим HDR, то при проигрывании SDR контента он будет уходить в SDR. И при воспроизведении Dolby Vision контента он будет выходить в Dolby Vision. Здесь автор работает конкретно из режима HDR. С этим нужно понимать. По поводу проигрывания IPTV я использовал OTT плеер. Он спокойно здесь поднялся. Есть в App Store. Но у меня есть некоторые моменты. Дело в том, что все каналы до 4K работают отлично. Давайте запущу обыкновенный канал HD. это Full HD 50 Гц и все оригинальные каналы в 50 Гц работают просто идеальнейше. Здесь какие-то моменты они работают просто идеально. Но как только мы касаемся 4K каналов то здесь начинаются некоторые моменты. Этот канал работает хорошо. Нет никаких фризов. Следующий канал тоже работает хорошо. Но тут мы включаем Discovery 4K HD и мы видим что канал заторможенный. Он работает абсолютно нехорошо. В конечном итоге он выпадает в полный лаг и тормоза и начинаются проблемы. Смотрим следующий 4K канал работает хорошо. Следующий 4K канал начинаются опять проблемы. платные можно попробовать списать на то что плеер плохо работает и с учетом того что некоторые каналы работают нормально но мы имеем зарегистрированный факт того что вот видите он вообще уходит фриз он начинает 4K канал проигрывать более-менее нормально потом уходит в полный фриз тут это есть но с IPTV он справляется с нормальным битрейтом он отлично тягает при этом при этом сторонние приложения IPTV на авто фрейм рейт не работают возможно какие-то платные но опять же подвожу к тому что платить и страдать даже уже за просмотр допустим IPTV вы купили плейлист за него платите вы платите за приложение вы платите здесь за все то есть Apple это действительно для тех кто страдает по Netflix полная поддержка 4K Dolby Visions Dolby Atmos ну здесь у меня сейчас рекордер не поддерживает Dolby Visions Dolby Atmos а нет вот пожалуйста видите у нас вверху есть HD Vision плюс 5.1 но Atmos у меня сейчас в студии нет то есть он спокойненько это все проигрывает вообще абсолютно вот мы видим Ultra HD есть 5.1 следующее что я могу сказать Megogo с Megogo здесь вообще конечно интересная история через такой сервис как Megogo вы можете смотреть и IPTV ну не IPTV а OTT через TV если у вас есть подписка то есть вы выбрав какой-нибудь канал он будет в HD он будет работать отлично то есть смотрите абсолютно спокойно все работает сейчас здесь бокс идет здесь идет HD канал то есть но вам придется выставлять конкретно в 50 Гц разрешение то есть ваше разрешение плюс 50 Гц потому что и мячики будут сыпаться все что хочешь будет сыпаться потому что автофреймрейт здесь срабатывать не будет теперь смотрите в чем фишка в самом Megogo в самом Megogo при выборе фильмы ну в частности здесь мы не увидим наверное сейчас посмотрим где тут 4К вот 4К HDR если у вас не активирован 4К HDR на постоянку то он будет постоянно выбивать ошибку то есть если у вас не включен режим HDR раздел HDR в Megogo работать не будет то есть только SDR раздел допустим те же самые 4К они будут спокойно проигрываться но как только вы ну давайте перемотаю сейчас мы так качество он проигрывает но как только вы включаете режим допустим 4К HDR в самих общих настройках приставки то здесь сразу же будет срабатывать 4К HDR контент он сразу же заработает то есть вот это вот тоже момент с HDR вам придется при любом раскладе держать постоянно в HDR также работает сервис Иви абсолютно тоже отлично с 4К HDR я могу выбрать свой профиль то есть Иви здесь есть доступ и вот самое интересное что теперь мне придется делать обзор на Иви я раз уж показываю Иви надо будет обзор на Иви запилить поэтому когда выйдет обзор на Иви я вас прошу не ругайте меняю это всего лишь в рамках обзора Apple TV давай ты будешь проигрываться ну не будет защита HDCP срабатывает и не будет проигрываться по крайней мере на моем рекордере но Иви здесь работает просто идеально слушайте ну вот мы подобрали с вами мы посмотрели стриминги стриминги есть стриминги работают все отлично как же смотреть фильмы допустим закачанные из сети как смотреть фильмы я использую Infuse и использую мой NAS у меня NAS Synology старенький абсолютно классно подходит для этих целей то есть я использую Infuse мы видим здесь у нас сейчас фильмы в избранном есть раздел видео если мы зайдем с вами в настройки мы увидим наш NAS но за Infuse придется платить Infuse платный при этом он платный по подписке то есть вы будете платить ежемесячно около 1 доллара то есть это все равно даже вы закачали вы все равно заплатите вас все равно поимеют смотрите заходим в сеть в хранилище здесь он видит мой технозон UPnP также он видит мою самбу и видит еще тут какие-то моменты а и NFS сервер видит то есть он поддерживает абсолютно все хранилища но теперь переходим к Dolby Vision контенту да он проигрывает Dolby Vision закачанный из сети просто-напросто его проигрывает при этом он проигрывает только пятый профиль вот у меня есть кусочек тюряги в восьмом профиле Dolby Vision мы когда его включаем ну я включу здесь и параллельно вы увидите в окошке что будет проигрываться он переключится в HDR то есть здесь у меня в SDR на Dolby Vision телеке он переключится в HDR и будет проигрываться в HDR но как только вы включите пятый профиль допустим тот же самый фильм Mulan это пятый профиль МКВ точно такой же как делают для ZID файлов да и есть целая группа в Телеграме ссылочка на которую будет в описании под видео где делают такие фильмы Dolby Vision ну я так в кавычках не буду сильно распространяться в рамках этого обзора и как только мы его запускаем проигрывать то через этот самый Infuse с моего NAS сервера вы можете использовать не только NAS сервера вы можете использовать компьютер с расшаренным жестким диском все что угодно вы закачали туда этот фильм и смотрите на этом самом Apple TV и он проигрывается конкретно в Dolby Vision в Dolby Vision через Infuse мало того еще и с работающим автофрейм рейтом вот это главное вот это красиво то есть для меня этого вполне достаточно для качественного просмотра контента при этом вы видите что делает Infuse там просто закачаны фильмы я захожу и он мне здесь разворачивает как медиатеку это примерно выглядит так же как в шилде вот мы видим смотрите 4К HDR Dolby Digital 5.1 вы можете продолжить отметить как просмотрены то есть здесь получается полноценная видеотека я же вам говорю точно так же как в Zidu ну немножко по-другому выглядит очень-очень красиво смотрите мы здесь можем еще зайти в еще редактировать можем посмотреть классический вид вернее переключить можно добавить плейлисты создать плейлисты классная штука вот реально классная так что у нас с Infuse вы поняли что у нас есть еще есть Plex Media Server у меня Plex тоже поднят на нашем NAS сервере то есть у меня на NAS сервере есть Plex который ни хрена не запускается на рекордере не хочет вот не хочет вот эта защита постоянная она меня бесит записать с Apple TV никак не получится нормально ну в общем-то есть еще Plex Media Server через который вы можете смотреть точно так же фильм из Dolby Vision тоже закачанный в вашу медиатеку Plex Plex не запустится у меня потому что сейчас снимаю изображение напрямую с HDMI он где-то там часть мы обходим часть не можем обойти слушайте но что у нас есть еще Apple TV Apple TV это дрочь я вам серьезно говорю в плане того что даже подписка дают год бесплатной подписки и зачастую фильмы нужно покупать да здесь есть очень много бесплатных допустим в разделе TV Plus можете зайти Ted Lasso но при этом зачастую они будут на английском языке очень мало сейчас контента в Apple TV на русском так смотрите сейчас здесь субтитры если зайдем в аудио есть русский оу прикольно здесь есть русский так аудиодескрипция не проигрывает проигрывает Apple TV и здесь тоже проигрывает конкретно в Dolby Vision в хорошем качестве вообще мне очень это все дело нравится но зачем же 64 гига мне некоторые писали на моем стриме когда я показывал этот Apple TV что это вот для игровой платформы для игровой платформы и все будет классно а слушайте а некоторые мне могут знаете что еще сказать что вот почему-то кинопаб не установил я вам объясню для установки кинопаба сюда нужен смартфон на Apple это конечно тоже еще одна дрочь мы отдельный выпуск будем делать по установке кинотеатров по установке коди будет целая серия наверное на Apple будем заниматься Apple тоже развитием экосистемы надо же людей научить приобщить к фильмам онлайн прям на этом устройстве к правильному просмотру будем будем обучать слушайте насчет игр есть такая штука как Apple Arcade ну давайте запустим с новым устройством 3 месяца Apple Arcade в подарок какие здесь игры давайте активируем клиент с ним активировать Apple Arcade все для своих зрителей вот иду на такие затраты да подтверждаю подписку все попал я на 5 долларов в месяц нажимаем дальше все и здесь у нас огромное количество именно аркадных игр серьезных игр на Apple TV вы не получите вот серьезно вам говорю вот очень серьезных игр классных вы не получите хотя игры классные тут есть давайте что-нибудь установим свежие обновления LEGO Builders Angry Birds есть давайте загрузим окей смотреть все игры игры конечно не сильно так много солитеры какие-то есть Leo Fortune 4 Plus классная штука ожидается 25 июня а его еще нет господи я его уже устанавливаю Badland Plus загрузить хорошая штука кстати мне нравился Badland всегда какой-то свитч ой меня выкинуло ай-яй-яй что же делать так Badland установился слушайте ну есть еще просто игры допустим кроме Apple Arcade пускай там еще устанавливается есть просто игры раздел игры чтобы вы понимали вообще один в один как на андроиде вот совсем один в один если смотреть весь этот набор бесплатных игр смотрите Real Racing Asphalt 8 Hungry Shot Xenodroid Warm Zone IO червячная зона это все то же самое есть на Android TV абсолютно вот знаете как склонировали все Minion Rush Crossy Road тут ну некоторые здесь есть которых я не вижу Gear Club TV сломя голову есть 100% то есть Dungeon Hunter есть что еще есть Mars Mars ладно такая Боги Ариены 100% есть на Android TV блин ну все то же самое давайте установим парочку будем будем пробовать все таки мне аркады за что не берут 4.99 в месяц да под него еще геймпад надо докупить черт знает сколько стоит давайте смотрите все игры все таки не выбросит или выбросит Cut the Road Simon Cat Star Trek Легенды ну все аркадные игры за них 5 долларов в месяц платить 5 баксов ребята 5 баксов дороговато релиз 5 февраля был Populous Run слушайте ну такое за это платить я не вижу смысла серьезно как-то ой игры 8-битные моего детства выбрасывает ну что это такое то есть вы представляете выбрасывает ладно давайте пробовать подключаю геймпад сейчас попробуем как это все дело работает да о подключился давайте начнем с Асфальта любимого троттлить не троттлить так Асфальт Airborne давай загрузка данных поехали так ведем возраст давай давай далее далее окей есть учетная запись моя подтянулась да ну хорошо у меня видели какая погонялая огненная как там вообще написано блин опять просят денег что это такое я не хочу ни в чем участвовать я хочу просто поиграть давайте карьера это просто задалбал вот эти платные услуги которые мне навязывают давайте начать уже дайте до игры дайте поехали ну работает точно так же как на андроиде серьезно тут сказать для чего вот этот вот чип бионик ладно бы они стриминг какой-то вот сделали поддерживался бы geforce now ну я бы понял а так это честно говоря ну такое 64 гига чтобы наставить вот этого вот этой фухляндии андроидовской как я это называю потому что по-другому это назвать нельзя на на apple tv портируют игры ну вообще на эти все apple устройства далеко не все и далеко не самые красивые слушайте ну ладно работает работает давайте выйдем в главное меню давайте выйдем в главное меню и попробуем что-то другое ну вот из apple аркады вот что мне такого вот apple аркада давай давай дальше единственное классно что поддерживает этот playstation 5 геймпад это конечно круто давайте тоже работает ну играть купить apple tv за 300 долларов допустим чтобы играть ну или 200 там с мелочью чтобы играть на нем в аркадные игры ну нет для меня вообще если выбирать между допустим nvidia shell tv 2019 и про и вот этим вот девайсом то я бы не задумываясь брал бы nvidia shell tv это однозначно потому что apple tv это ну такой сугубо стриминговый девайс с определенными моментами давай 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 полетели полетели работает вот что мы это все видели на андроиде сто раз вот что здесь такое есть давайте боги арены gods of rome как это звучит вообще-то боги рима какой арены а что что нет соединения с интернетом ну начинается что это за бред что не все так хорошо да интернет то у меня есть а ну-ка попробуем интернет есть вот вам и apple аркада блин выкидывает при просмотре всех аркадных игр интернет есть я могу даже это не проверять а знаете что я забыл проверить как работает lanport вот это вот я забыл проверить ой лох 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 судьба моя лох это судьба давай давай попробуем как lanport работает стартанем аж надо так забыть здесь хотя бы гигабит да здесь гигабит работает на полную катушку 940 ну норм слушайте отлично гигабит в порядке я вам серьезно говорю все нормально 940 на 940 слушайте а что боги арены все сдулись а что у нас еще из аркады давайте из аркады что-то еще установим что не работает да интересная фигня sonic racing а слушайте а может он будет работать может он будет работать по lan кабелю сейчас повтор нажмем ни хрена не работает слушайте ну по играм понятно уже что ничего не понятно аркады работают через раз слушайте давайте все таки еще на какой-то sonic sonic racing мы выбрали загрузить его выкинуло давайте еще sonic racing загрузим все таки какие игры здесь есть выбираю все он выкидывает смотрите все игры давайте полистаем выкинет опять не сейчас не выкидывает сейчас работает слушайте ну игры то все ой 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 игровой платформы это назвать очень трудно очень трудно хотя игры здесь симпатичные есть достаточно такие для ребенка будут интересны да и в принципе самому иногда погонять легенды skyfish ой слушайте я люблю такие штуки так выходим в главное меню давайте еще одну попробуем из apple arcade и будем понимать что у нас происходит заработает ли sonic выполнен вход как желтая огневая из гондураса вы поняли как меня в apple аркада прозвало автоматом я клацнул забыл имя поменять желтая огниво желтая огниво из гондураса загрузка обучения не надо мне обучение ой а что так тормозить ой бионика 12 елки-палки тормоза кстати на ощупь горячий ну что поехали ой куда играть в автономном режиме да играть в автономном режиме недоступно в автономном режиме не понял я сейчас вообще ничего не понимаю то есть мне надо в сеть входить при любом раскладе для того чтобы играть ладно войти в сеть ну давай попробуем ну поехали стартуй стартуй уже ну такое детский сад трусы на лямках все надоело слушайте ну буду сейчас выходить резюмировать но некоторые из вас могут сказать бабл а там же еще VLC есть ты установил VLC он же может тоже с сетевых серверов играть скажу вам вы правы может зайти на сервера но при этом VLC не будет ни автофреймрейта и допустим он не декодирует нормально Dolby Vision фильмы то есть если я запущу ту же самую Mulan она будет зеленая вот вы сейчас видите абсолютно зеленый фильм и при этом еще и с тормозами то есть VLC это не тот вариант который нужен на Apple TV все ребят пока что вот на таком моменте мы останавливаемся все в остальных обзорах а мы переходим и резюмируем ой в качестве резюме скажу что это сомнительная покупка я бы воздержался от таковой покупки и решительно смотрел бы в сторону Nvidia Shield TV 2019 Те кто могут мне сказать что там нет что здесь есть Airplay то поверьте Nvidia Shield есть и Chromecast установите Airpin Pro и будет вам и Airplay можете делать там все что угодно к тому же там есть шикарнейший пульт есть голосовое управление есть абсолютно нормально работающий авто фреймрейт и конечно же огромное количество источников контента в отличие от всего действия и плюс там есть все профили Dolby Vision а здесь только пятый поэтому мы его не рекомендуем к приобретению для тех кто любит расширенный или не привык платить если вы привыкли за все заплатить то пожалуйста это ваш выбор картинку он рисует хорошую 4К обскейла нормального нет звука нормального тоже нет в плане DTS все ребят в наше мнение вы услышали с вами был бабл если нравится то что мы делаем ставим пальцы вверх на канале технозон пока